Итоги работы по профилактике потребления незаконных веществ подвели на Камчатке. Заседание антинаркотической комиссии прошло под председательством губернатора региона Владимира Солодова. На повестке дня у нас сегодня два вопроса. Первый вопрос касается исполнения плана мероприятий в 2021-2025 годах на территории Камчатского края стратегии государственной антинаркотической комиссии. Хочу вначале обозначить, что по представленной информации реализация работы приносит положительные результаты на территории Камчатского края. Целый ряд показателей, характеризующих ситуацию на территории края, находятся в зеленой зоне. В частности, отмечается положительная динамика по показателю смертность, связанная с острым отравлением наркотиков, достаточно серьезно, с 26 случаев в прошлом году до 5 случаев в этом году. Губернатор добавил, что уровень регистрации людей с синдромом зависимости от наркотиков также снижен. Также сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 15,3%, в том числе тяжких и особо тяжких на 16,6%, в крупном и особо крупном размере меньше на 14,3%. С более подробным докладом об исполнении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории края стратегии государственной антинаркотической политики выступил руководитель администрации губернатора региона Сергей Меркулов. Ведется работа по привлечению добровольцев к участию в реализации антинаркотической политики. В частности, с привлечением добровольцев проведено 23 мероприятия по изготовлению и распространению материалов, направленных на формирование негативного отношения населения к употреблению наркотических средств и алкогольной продукции. 48 пропагандистских мероприятий – это беседы, встречи, лекции, презентации, семинары, 7 тематических акций, 16 спортивных мероприятий. Всего в рамках реализации плана в мероприятиях антинаркотической направленности приняло участие более 3000 человек различных возрастных категорий. В 2022 году Министерством развития гражданского общества и молодежи Края предоставлены гранты некоммерческим организациям на реализацию 26 проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на общую сумму более 14 миллионов рублей. Также ведется работа по включению профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную воспитательную работу, «Внедрение практик гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан». Во всех образовательных организациях Камчатского края в 2022-2023 учебном году в программы воспитания включены мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ. Программы воспитания составлены в соответствии с методическими материалами, поступившими из Министерства просвещения Российской Федерации. В 2022 году организациями социального обслуживания Камчатского края изготовлено и распространено более 10 тысяч экземпляров печатной продукции. Это брошюры и листовки, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ. Всего организациями социального обслуживания проведено 359 профилактических мероприятий, в которых приняло участие 2305 несовершеннолетних и 299 родителей. В сфере здравоохранения приняли меры по устранению дефицита кадрового обеспечения наркологической службы. В регионе действует единовременная выплата специалистам в размере 600 тысяч рублей, частичная компенсация аренды жилья, а также ряд организационных мероприятий для устройства детей в дошкольные учреждения и средние образовательные организации, получение регистрации по месту жительства и других справок для оформления пособий. Это позволило привлечь трех молодых специалистов, врачей, психиатров, наркологов. Продолжена работа по укреплению и дооснащению наркологической службы, внедрению современных методик диагностики и лечения. По итогам заседания Владимир Солодов поручил уделить особое внимание сопоставлению опыта работы в этом направлении в других дальневосточных регионах, а также проанализировать состояние системы социальной реабилитации больных наркоманией и законодательной базы края о социальном обслуживании и внести соответствующие изменения.